Здравствуйте, уважаемые винокуры! С вами я, Дмитрий Лафетников, ведущий информационного канала производственной компании Добрый Жар, крупнейшего производителя в России товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения и виноделия. А поэтому практически все приборы и приспособления, которые я буду использовать в этом ролике, вы можете приобрести на нашем официальном сайте, перейдя вот по этой ссылке, также она будет внизу в описании. Вы сейчас будете смотреть, наверное, один из самых ожидаемых роликов этого уже прошедшего лета. Все дело в том, что я анонсировал вот это видео еще где-то в июне, и вы меня часто теребили в комментариях, ну где же, ну где, а ролик был еще не готов. Я сейчас объясню почему. Итак, суть проблемы в том, что после приготовления настоек остается много отработанных ягод или фруктов, которые вроде как бы уже и отдали все свое самое вкусное, ароматное и полезное, но по факту вот они и здесь. И просто так выбросить их, ну бывает очень жалко, и рука не поднимается. Поэтому домашних винокуров, особенно новичков, очень интересует, а что же можно сделать с отработанной ягодой. Давайте это и рассмотрим. Я лично вижу здесь три пути решения. Первый, так сказать, вполне логичный и очевидный. Эти ягоды можно съесть. В принципе, неважно, кто их съест вы или там домашний скот или куры поклюют. Их можно съесть вот так прямо, как целиком вот так. Или же использовать для приготовления кондитерских блюд. Кто-то писал, что замораживает и использует эти ягоды в течение года в качестве десерта. Почему бы и нет? Я, честно сказать, небольшой любитель заспиртованных ягод. Поэтому подробно просветить вас на эту тему особого желания даже нет. Ну и не то, что нет, я просто не могу. Я не специалист. Я посмотрел в интернете есть рецепты кондитерские, например, пьяная вишня и тому подобное. Если кого-то это заинтересовало, то посмотрите подробнее. Второй способ – это мацерация. Я уже рассматривал его где-то года два назад. Вот этот продукт. Ссылка на этот ролик будет внизу в описании. Здесь все так же, как и при мацерации, скажем так, свежими ягодами. Заливаем один килограмм отработанный ягод одним литром самогона, крепостью 40-45%. Настаиваем от двух недель до месяца. Это уже на ваше усмотрение. Лучше, конечно, месяц. Разбавляем водой из расчета на 1 литр самогона, 2 литра воды и перегоняем до общей крепости в банте, вот в этой банте, 40-45%. Результат сначала меня очень огорчил, если честно. Там даже если ролик посмотреть, я в конце такой огорченно говорю, что это не годится, не делайте так никогда. Получился просто самогон, который почти не имел ни вкуса, ни запаха. Так, где-то что-то, где-то там на периферии. Я даже определил вот эту банку в разряд раздать кому-нибудь при случае. Ну, случая, слава Богу, не представилась, поэтому она оказалась прижата на дальней полке к дальней стенке. И в итоге я ее нашел, ну, где-то примерно через полгода. Ну, решил попробовать, думаю, что это такое вообще. И тут я был удивлен. Это было просто чудесный напиток с тонким ароматом вишни. Такая обалденная вишневая водочка. Я порадовался, что не успел никому отдать этот божественный напиток. И теперь употребляю его по случаю. Осталось, видите, не так уже много. Ну, и третий, наверное, самый простой способ. Это, конечно же, вторичное настаивание отработанной ягоды на самогоне. Что я делал все эти месяцы? Ягод у меня накопилось много. Я даже не смог сюда их все принести. Часть осталась у меня дома. Ну, и здесь вот этого вполне достаточно, чтобы вам показать. Значит, рецепт очень простой. Заливаем ягоды самогоном второй перегонки крепостью 40-45 процентов. Больше не надо. Заливаем так, чтобы ягоды скрылись. Ну, где-то уровень самогона проигрывал ягоды на один, максимум два сантиметра. Ну, я заполнял банки и заливал самогон. Ну, перед вами видно все наглядно. И оставляете где-то на два-три месяца. Я пробовал больше, особой разницы я не заметил. Потому я и не мог вам показать раньше этот ролик. Потому что не прошло вот эти два-три месяца. Теперь они прошли, показываю. Но теперь я все проверил лично, продегустировал и могу вам рассказать, что этот способ в целом довольно простой, удачный и перспективный. Действительно, это ведь не сложно. Просто залить ягоды самогоном и забыть про них на некоторое время. В темном месте при комнатной температуре. Я тоже думаю, что это не сложно. Зато какой результат. Он очень даже неплохой. Аромат, давайте вот возьму, аромат сохраняется практически неизменным. Вот просто обалденно пахнет вишней. Вот банка у меня открыта. Отсюда чувствую. Очень насыщенный, устойчивый аромат вишни. Ну, может быть, конечно, не такой насыщенный, как в оригинале, но все-таки очень-очень чувствительный. Пахнет вот эта вторичная настойка очень достойно. Сразу можно понять, что это вишня, это, допустим, клубника, это шелковица или слива. Ну, неважно. В общем, аромат по аромату и ягод можно разобрать, что это. Вкус. Вкус, конечно, не такой насыщенный, как аромат. Вкус значительно уступает первым настойкам. Этот напиток можно назвать ягодная водка или же мужская настойка. Крепость самогона падает незначительно. Думаю, здесь где-то градусов 35-30, ну, 38 может быть. Зависит от того, как вы отожмете ягоды изначально. Пьется довольно мягко и легко. Вполне достойный напиток для мужской компании. Хотя, кто знает, может, он женщинам понравится. Больше всего понравилась, конечно, вишневая водка. Такая мягкая, питкая, ароматная. Смородина, вот она, понравилась поменьше. Ну, она такая, знаете, хоть и ароматно, конечно, да, смородиной пахнет устойчиво, но она такая резкая, что ли. Кстати, вот про женщин. Вот в этой банке у меня остатки шелковицы и клубники. Может, это не так ароматно? Вот пахнет так вкусно, клубника чувствуется однозначно, но это вот очень мягкая на вкус настойка. Даже мне она понравилась даже больше, чем оригинал. Оригинал такой насыщенный такой, а здесь так легко, так мягко. Даже я бы ее попил, если честно. Я уверен, что конечный результат будет зависеть от качества самогона, ну и самих ягод. Теперь вот все эти настойки нужно отфильтровать. Сначала через сито или же вот через нашу известную вороночку с ситечком. Зависит от ваших объемов. Затем через марлю или вату. Фильтруя с этим настойки значительно легче, чем оригинал. Здесь, по сути, самогон, мезги практически нет. Оставлять ягоды в самогоне вот таким вот образом особого смысла нет. Но если возникло желание, то попробуйте, конечно, оставить. Единственное, тут вопрос с вишней, с косточкой. На длительное хранение, ну, наверное, все-таки не стоит их оставлять. А чтобы не было никаких сомнений, то я все-таки настоятельно рекомендую вам все процедить, отфильтровать, разлить по бутылкам и оставить вот чисто настойка без мезги, без мякоти. Опять-таки, я пробовал, особой разницы нет. У меня все, уважаемые накуры. Берите мой опыт себе на вооружение. Ну, обязательно экспериментируйте сами. Может, у вас есть свой способ по применению ягод после настоек. Пишите в комментариях, будет очень интересно обсудить. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать колокольчик. Впереди нас еще идет много интересного. С вами был я, Дмитрий Лафетников и производственная компания Добрый Жар.